всем привет сегодня у нас 12 ноября 2020 года и я получила еще одну посылочку с саженцами роз незапланированную честно скажу ну вот не удержалась не удержалась и в этот раз соблазнилась уценочными розами от питомника флора нова наверное все кто когда-либо заказывали или смотрели продукцию флора нова обратили внимание что у них своя фирменная упаковка и никогда не испутаешь тем более что на упаковке всегда указывается адрес сайта в этой посылке три саженца по уценке они приобретены каждый за 40 гривен это следующие сорта два саженца сорта эшропшир лед давайте посмотрим более внимательно на то как выглядят сами саженцы так одной рукой не очень удобно конечно так хочу открыть прививку я вам сейчас пооткрываю все эти саженцы но так чисто визуальный осмотр перед вскрытием упаковки саженцы все приходят у них с воском на веточках здесь воск практически облетел а саженец на одну мощную ветку от прививки веточка достаточно плотненькая выросла разветвилась на три новых ветки я считаю что этот саженец достаточно хороший можно сказать даже достойный изначально его цена была 70 гривен сейчас покажу вам вот вот была его цена 70 гривен я приобрела каждый уценочный саженец за 40 гривен то есть это практически в половину сбросили цену так на 45 процентов грубо говоря и еще один сорт тоже эшропшир лед он немножечко хуже почему я уже успела заглянуть потому что вот здесь есть вот такая отломанная ветка то есть вот это вот большущая дырка конечно нужно будет с ней поиграться хорошо и и замазать обработать чтобы не дай бог ничего не попало но в целом вот смотрите от прививки идет уже такая хорошая мощная почечка будет новая ветка поэтому я уверена что этот сажен саженец приживется дальше третий саженец от флора нова это роза элизабет стюарт тоже приобретена за 40 гривен и сам по себе саженец корявенький вот две ветки которые как-то обе растут в одну сторону практически но не то чтобы трутся но при соприкасаются друг с другом и при росте они могут просто друг дружку тереть поэтому я высажу пока так но потом весной посмотрю что с веточками и скорее всего вот эту более слабую вот так отрежу а здесь вот идет новая почка и пойдет новая ветка немножко в другую сторону но это будет уже все видно после перезимовки и приобрела соблазнилась зашла на сайт и соблазнилась также розой оми освальд она приобретена по полной стоимости за 70 гривен вот значит посмотрим что здесь во первых саженец пришел уже с листиками роза не хочет спать роза хочет в общем-то укорениться и расти так и высажу листики снимать не буду воск говорят что воск не нужно снимать я ранее получала одну розу от флора нова и воск снимала то есть ничего страшного в том если вы снимете воск нет ничего страшного в том если вы его ставите тоже нет некоторые люди говорят что воск наоборот защищает розы некоторые говорят что под воском они плохо себя чувствуют и веточки выпривают вот есть примечание на упаковке побеги обработаны парафином. Парафин не снимать. Поэтому, ну, эта рекомендация продавца может быть лучше и не снимать. Но видим, что вот побеги парафин прекрасно пробивают и через него выходят себе спокойно. В предыдущей розе моей от Флоранова это была Роза Травята, я парафин снимала. Роза сейчас растет. Какая-то она немножечко слабоватая, ее весенними заморозками прибило так неплохо. Ну, в общем-то, главное, что она укоренилась и растет. Никакие веточки от того, что я сняла парафин, не почернели. Если бы я его оставила, возможно, тоже все было бы прекрасно. Так, ну, увлеклась про парафин. Хочу про розу Оми Осфальд. Роза выглядит неплохо. От прививки идет одна большая толстая ветка, которая потом хорошо разветвляется. Вот эта вся часть будет заглублена. Дальше. На прививке пока новых почек не вижу. Не вижу. Но очень надеюсь, что не будут. Вот что-то намечается, похожее на почку. Очень плохо видно. Так, в целом, роза неплохая. Я не жалею. Меня очень сильно поразили вот эти мелкие цветочки, похожие на ромашечки, с этими тычинками. Но это просто что-то с чем-то. Я знаю, что не все любят такие розы, но я просто не удержалась. Особенно, когда посмотрела видео, как эта роза выглядит среди других крупноцветковых роз, как она их дополняет. Ну, это просто нечто. В общем-то, что хочу сказать. На первый взгляд, всаженцы все хорошие. Я вам сейчас еще открою корневую и покажу. Но прежде всего, хочу поговорить о том, что такое уценка, роз, как ее заказать на сайте Флоранова и, в общем-то, обо всем процессе работы с Флоранова. Прежде всего, не спешите сейчас бросаться на сайт Флоранова и искать уценку. Уценку Наталья, владелица питомника, выкладывает только в группе розы и виноград Флоранова на Facebook. В этой группе выкладывается, вот, например, пост, что есть там семь уценочных саженцев розы Эшроп Шерлетт. И вот кто из 15 тысяч участников группы первым успеет отметиться, что я беру, покупаю там один, два, три, пять, вот тот и покупает. Да, конечно, можно отмечаться под каждым из таких постов в надежде, что кто-то от роз откажется, но вот сознательные граждане, которым я и себя отношу, всегда делают выбор осознанно и берут только то, что действительно будут покупать. Я никогда не отмечала те розы, которые вот просто я их не знаю, я их не хочу, а попалась уценка и я бегом беру. Нет, я обязательно изучу, хотя бы вот открою картинку и посмотрю. Вот на фотографиях уценки вот такие упаковки сфотографированные, вот как сейчас я вам показываю. Можно открыть фотографию и посмотреть хотя бы, какая высота, какой размер цветка, какой запах и какая устойчивость к болезням. Вот пока я открывала вот такую фотографию в посте, девочки успевали просто моментально разгрести розы, независимо от того, одна роза уценочная выставлена или 10. Поэтому действовать нужно не просто быстро, а молниеносно, примерно понимать, какие розы вам нужны, примерно понимать бюджет, которым вы обладаете, чтобы не набраться, а потом не отказываться, чтобы не создавать никому никаких неприятностей. Ажиотаж, конечно, там не шуточный, совсем не шуточный, но ссылочку на группу розы и виноград Флора Нова я вам дам в описании моего видео. Кто еще не состоит в группе, заходите, присоединяйтесь и в конце каждого сезона, вот, например, сейчас в конце сезона есть уценка, весной может быть в конце сезона тоже вот такая уценка. Если вы хотите приобрести эти саженцы, пожалуйста, саженцы неплохие, даже уценочные. Правда, мы еще и корневую не посмотрели, но вот чисто визуально действительно неплохие. Шроп Шерлетт я взяла два уценочных и планирую их высадить в одну посадочную яму. Саженец сорта Элизабет Стюарт взяла только один, во-первых, потому что и предложений уценочных по этому сорту было мало и сорт мне малоизвестен. Ну и, конечно же, Оми Освальд тоже взяла один и схожу из своих посадочных мест. У меня их очень мало и все, они сокращаются, сокращаются, поэтому место нужно экономить. А теперь распечатаю корневую и покажу вам. Друзья, я стала распечатывать корневую, а внутри пакета она замотана в пленку с торфяным субстратом, поэтому сейчас иду, отмачиваю, в водичке размочу вот этот вот весь ком и покажу вам, что к чему, потому что вот в условиях домашних, в условиях комнаты это просто лишняя работа, лишний мусор, не хочется пачкать рабочее пространство. Единственное, что не покажу вам вот эти два саженца Эшроп Шерлетт для того, чтобы сравнить, какая корневая у цельничных саженцев и у Оми Освальд, который был куплен по полной цене, все потому, что Эшроп Шерлетт уйдут у меня на другой участок, будут высажены в Киеве под парадным, под подъездом Оми Освальд. Сорт куплен по полной цене, я хочу сейчас вот распечатать оба саженца, Оми Освальд и Элизабет Стюарт и показать вам, отличается ли корневая и насколько сильно. Поэтому поехали! Ну вот, друзья, как я обещала, показываю корневую роз. Это вот Оми Освальд и это роза Элизабет Стюарт. Корневая, в принципе, неплохая. Есть белые всасывающие корешки, как на той, так и на той розе. Я вам скажу, что корневая особо не отличается. Даже вот у ценочной розы корневая может быть даже мощнее, чем у розы за полную стоимость. Ее уценили эту розу только потому, что вот верх немножко несуразный, я так понимаю. В целом розы мощные, даже ну, как вам сказать, это не мельсенсадовские саженцы, это не розина, но саженцы крепче, чем вот я получила последнее из каприфоль. В целом очень хорошее, я думаю, что все будет с розами прекрасно, отлично они приживутся, постараюсь высадить максимально аккуратно, чтобы вот эти все белые корешочки остались на своих местах, что, конечно, очень сложно сделать. Ну, все, саженцы показала, корневую вы увидели сами, решайте, нужны вам уценочные розы или нет, как они прижились, как они будут цвести, я вам, конечно же, покажу на следующий год. И важный вывод, в флора нова особой разницы между уценочными розами и розами за полную стоимость по корневой системе нету. На этом пока и спасибо всем за внимание. Продолжение следует...